Всего, что нам наобещали, никто у нас не отберет. На этой неделе жители Белгородской области, оставшиеся на улице после обстрела территории, заявили, что живут теперь просто в нечеловеческих условиях, а ведь обещали переселить в комфорт. Так ли это? Попробуем разобраться сегодня. Это Вести без Киселева, совместный проект каналов Ермак Медиа и реальная журналистика. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля, и мы начинаем. Печально известные события, произошедшие в Шибекино, не оставили равнодушными никого. Вопрос, реально ли все идет по плану, теперь сдается не только критикантами спецоперации, но и теми, кто еще вчера считал себя примером патриотизма. Но ответов пока не слышно. И не запишется ли сей вопрос в разряд риторических – тоже вопрос. Ну а пока властями ищутся ответы, в Белгородской области идет активная эвакуация жителей, обстреливаемых со всех сторон районов. Часть населения уже была отправлена в Липецкую область. Правда, никого из переселенцев почему-то не предупредили, что вместо стиральных машин в номере будут тазики, а из-под крана будет бежать готовый заварившийся чай. Но знаете, что больше всего возмутило гостей? Это то, что в номере Липецкой гостиницы не оказалось ни холодильника, ни телевизора. Если с холодильником все более или менее понятно, то про телевизор лично я предпочла бы умолчать. Ну просто я не понимаю, зачем людям, которые увидели все лишения СВО своими глазами, слышать про телеку новость о том, что их с комфортом перевезли в лучшие отели Липецкого региона. И да, если переселенцы рассчитывали на заселение в особняк с золотыми унитазами, то спешу их расстроить. Дом бывшего главы Ставропольского ГИБДД больше не находится под арестом. На этой неделе с особняка сняли все ограничения, и теперь он официально вновь принадлежит своим владельцам. А виной тому нарушение процессуального и материального права. Такое решение вынес пятый касационный суд Ставрополья. Но сдается мне, что такое положение вещей отнюдь не случайно, потому что обратить в доход государства силовики смогли буквально все, нажитое с Афоновым непосильным трудом. А там земельные участки, дома, квартиры, машины, подаренные и записанные на всех ближайших родственников экс-главы ГИБДД. Под вопросом остался дом, но именно он и смог уцелеть из всего многообразия цыганской роскоши. И теперь, если приближенные с Афонова успеют, то смогут продать дом и продолжить свое безбедное существование, но уже вдали от золотых унитазов. Кстати, про золото. На днях стало известно, что некая россиянка, данные которой не распространяются, попыталась вывести из России в сторону Турции три золотых слитка, спрятанные в шоколад Аленка, и два бриллианта в куртке. РИА Новости пишет, что контрабанда могла бы закончиться успехом, если бы не сильное волнение неудавшейся пассажирки. Она настолько странно себя вела, что привлекла внимание таможенников. А те, в свою очередь, видимо, привыкли верить своему шестому чувству. И оно их не подвело. Ведь товар общей стоимостью 3,5 миллиона рублей задекларировать женщина просто-напросто забыла. Удачная забывчивость могла бы оградить ее от уплаты таможенных платежей, а вот неудачная, как и случилось, способна привести к 7 годам лишения свободы. Хотя, если честно, я вообще не понимаю, на что она надеялась. Ведь аэропорт – это тебе не автостопом в соседнюю деревню. Там вроде как любой багаж досматривают. И если с бриллиантами все как бы просто, закатал их в дешевую оправу и вставил в уши, то вот как быть с золотом в 150 граммов, надо было бы немного подумать. По любому случае, лично мне интересно, кто же так бездарно сумел слить в унитаз и 3,5 миллиона и 7 лет собственной жизни? Единственное, кто, думаю, будет рад произошедшему – это либо очередной чиновник, либо российские военные, в пользу которых может пойти конфискат. И то, если повезет. А то помните, в начале мая сеть облетела новость о том, как полицейские обменяли настоящие деньги на поддельные и пытались убедить всех, что так и было. Если не в курсе, немного расскажу. Москвичка, гуляя в парке, нашла чью-то куртку, в кармане которой было 226 тысяч рублей. Обнаружив находку, сознательная горожанка отправилась в полицию. Вместе с сотрудником правоохранительных органов она пересчитала наличность и сдала ее для поиска потерявшего. Но как только женщина вышла из отделения полиции, капитан, работавший с ней, сбегал в ближайший торговый центр, купил там пачку купюр банка приколов и подменил ими настоящие. Теперь шутника ждет расплата. Так вот, как бы подобное не случилось и со слитками. А то конфискуют золото в обертке Аленка, а в Минобороны передадут в той же обертке, но обычный шоколад. Хотя, надо признаться, это не самое страшное, что может произойти с Министерством обороны. Куда страшнее-то, когда люди, с которыми ты в одной упряжке, тебе не то, чтобы не верят, но и пытаются, может и несознательно, но дискредитировать. В четверг в сети появилось письмо губернатора Белгородской области господина Гладкова, главе частной военной компании, с просьбой навести порядок в регионе и восстановить контроль над всеми захваченными населенными пунктами. Да-да-да-да, вы сейчас не ослышались, это именно тот самый Гладков с обращением именно к тому самому наводителю порядков. Но почему? Почему белгородский губер не побежал в Министерство обороны? Почему не обратился к братьям своим старшим? Почему вообще отважился на такой поступок? Ответ здесь, наверное, один, и он крайне лаконично изложен в программе моего коллеги Николая Ермакова, которая вышла во вторник на этой неделе. Кстати, если еще не посмотрели, переходите по ссылке в описании и делитесь своим мнением, нам интересно, что по этому поводу думаете вы. А пока ни одна из сторон, ни сам Гладков, ни его адресат, просочившуюся в сети информацию никак не прокомментировали. И тут как бы два варианта. Либо проситель одумался и дал заднюю, ну как он сделал с РДК, пообещал прийти на встречу и не пришел. Либо детали прошения пока находятся в стадии переговоров и не предаются огласке. Впрочем, есть, конечно, и третий вариант, где спонсором новости выступает панорама. И, кстати, именно на это и указывает коммерсант. Но в каждой шутке есть доля шутки, остальное, как известно, правда. Поэтому оставим эту новость на совести распространителей и перейдем к другой. К той самой, которую, наверное, можно назвать аттракцион невиданной щедрости. В среду стало известно, что белорусский Лукашенко принял неожиданное для всех оппозиционеров решение. Он помиловал россиянку Софью Сапегу. Здравствуйте. Ну что, что скажешь? Узнаешь его? Здравствуйте. Я обратился к Александру Григорьевичу по просьбе твоего отца, Жанна Григорьевича, который тебя знает в средстве, что было тебе оказано помилование. И президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко вчера подписал указ о том, помиловал его к этому. Сегодня ты уже свободный человек. То есть надеюсь, что ты сделала выводы из своей, как говорится, молодости. И впредь таких ошибок совершать уже не будешь. Сказать, что я удивлена, это не сказать ничего. Потому что кто-кто, а Лукашенко, ну точно не тот человек, который будет кого-то прощать. А тем более выпускать на свободу. А, так в феврале следующего года выборы. Может, это и есть реальная причина добрых дел? Ну, как бы там ни было, 25-летней девочке точно не место в колонии. Ведь она никого не убила и не участвовала в распиле бюджетных средств. А потому, как говорится, welcome to Russia. Но Ван Гуй, что самое интересное, еще впереди. Это либо ток-шоу пропагандистов, если Сапега останется в России, либо компромат на белорусскую тюрьму. Это если осядет за границей. А между тем, на этой неделе лидер Северной Кореи Ким Чен Ын запретил в своей стране самоубийство. Суициды в КНДР достигли рекордного по числу уровня и уже начали требовать вмешательства власти. И такое вмешательство не заставило себя ждать. Правда, пока только в указе о запрете лишать себя жизни самостоятельно. При этом власть прекрасно понимает, что сама спровоцировала плюс 40% смертей по отношению к прошлому году. Ведь пойти на отчаянные меры людей вынуждает крайне тяжелое материальное положение. Бедность и голод заставляют корейцев уходить из жизни семьями. Но вместо того, чтобы оказать нуждающимся помощь, глава республики предпочитает раздавать указы. Не хочу проводить никаких параллелей, но вы у меня умные и прекрасно догадались, почему эта новость оказалась здесь среди всех прочих. Но грустнее и одновременно смешнее может оказаться только та, где в Тюмени семьям погибших на спецоперации выдали билеты в цирк. Семьям военных билеты в цирк. А не серьезно? Еще в моем детстве была известна одна такая фраза «Кто в армии служил, тот в цирке не смеется». И я всегда думала, что смысл ее заключается в дрессировке. Животных. И не только животных. Поэтому военный и цирк, ну, как бы помягче сказать, что-то типа «гусь-свинье не товарищ». А вот по мнению Тюменской администрации, так и товарищ, и друг, и брат. Но если сами семьи не против, то пусть живут как знают. Главное, чтобы нам с вами завтра случайно не начали раздавать бесплатные билеты в зоопарк. Тут и без подарков намеках хватает. Ну, а на этом у меня все, друзья. Не воспринимайте эту суровую действительность близко к сердцу, иначе сердце может не выдержать. А мы увидимся ровно через неделю на том же месте и в тот же час. Всех люблю. Пока-пока.